Мишель, Белка, Джесси, Мишель, веди себя прилично. При входе сюда не пугайтесь лая. Местные обитатели так здороваются. Сегодня в приюте в Добрый Путь живет 40 собак, еще 10 находятся на передержке. Питомцы абсолютно разные и внешне, и по характеру, но есть и кое-что общее. Все они ищут дом. Если у вас есть собака, то вам никогда не будет скучно. Они отличные спутники для прогулок в любое время суток и всегда готовы играть или перекусить вместе с вами. Им можно рассказать о своих невзгодах или поделиться радостью. Собаки умеют утешать, обнимать и лечить. Они не просто лучший, но еще и самый старый друг человека. Для обитателей приюта лучшим другом стала Екатерина Барабанова. Девушка давно работает ветеринаром. Эту профессию она выбрала еще в 7 лет. Всю свою жизнь Екатерина помогала животным. Жила в Москве, спасала питомцев от нерадивых хозяев и искала им новый дом. Всегда в детстве мечтала, что у меня будет свой приют. Мечтала, мечтала, мечтала. Последний год собак у меня на кураторстве стало очень много, катастрофично много. А передержки же надо платить, оплачивать. И это все очень сложно, тяжело и дорого. И тогда, тщательно взвесив все за и против, Екатерина решилась на важный шаг. Взяла кредит, арендовала землю, построила вольеры и забрала любимцев из передержек. Это выбор ее. Мы просто с папой ее поддержали. И всячески поддерживали морально, и физически. Взяли кредит и вот как бы спасаем, лечим, пристраиваем. Хотя приют открылся меньше года назад, немало его обитателей уже нашли любящих хозяев. Пристраиваю. Раз в месяц, раз в два месяца. Ну вот где-то, наверное, примерно так. Бывает то, что полгода, год я не могу никого пристроить, а потом собака пристраивается. То есть здесь вот как-то непонятно, непредсказуемо. Тяжело прощаться с ними в такие моменты? Тяжело. Всегда плачу. А пока собаки остаются в приюте, им необходимо много внимания. Екатерина не оставляет подопечных ни днем, ни ночью. С января девушка живет по соседству с любимцами. Пока они гуляют, чистит вольеры. Засыпает пространство свежими опилками, проверяет еду и воду. И так дважды в день. Кто-то назвал бы это рутиной, но для хозяйки приюта это место – дом, а собаки – семья. Рассказывая о питомцах, Екатерина сразу расчувствовалась. Весь этот труд, насколько это все тяжело и порой нелегко. Их любовь, их отдача, вот это вот все перекрывает. Всю вот эту тяжесть. Про все забываешь, про все эти траты, сложности. Только благодаря им. Пока мы были в гостях, увидели разных собак. Игривых и спокойных, шумных и тихих, особых и самых обычных. Со всеми Екатерина справляется в одиночку. А они отвечают ей любовью и преданностью. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.